Ребята, сейчас наш друг Ом сделает вам экскурсию по своему дому, то есть по селу. Сейчас мы проверим эту деревню на наличие радиоактивных частиц. Долетели ли до Индии частицы из Чернобыля или из какого-нибудь другого промышленного объекта? Сейчас мы это узнаем. Первая точка это на въезде в деревню, прямо на дороге меряем. Дозик долго прогружается. Долго значит маленькая. Долго? Долго, 11. 11. Это хорошо. Мне почему-то кажется, что нужно замерить асфальт. Да, асфальт. Может туда что-то попало. Могли использовать гранит радиоактивный или еще какие-нибудь ископаемые. Ну и плюс много людей по ней гоняются. Могли зародить просто. В мире пока никого нет. Удивительно, сейчас людей мало как-то вообще, не по-индийски. Ребята, они все оглянулись. Не, не прогружаются, здесь видимо фон вообще не есть. Очень маленький. О, 9. Очень хорошо. Да, вообще какой-то нереально маленький фон здесь. Странно почему. Я такого еще нигде не видел. Качественный асфальт. Пошли дальше. Они слышали, они развернулись. Развернулись? Да, но не все. Чтобы посмотреть, что мы тут делаем. Да, ну конечно, за нами металпа сейчас вяжется. Как Сигдра? Надо возле костров мерять, пепел, зола. Ребят, ну вот тут мы нашли два следа, где полили костер. И сейчас померяем золу. Потому что на золе обычно фон седа чуть-чуть выше. Гамма-фильтр снят у нас. Да, чуть-чуть повыше. Как мы и ожидали. Но норма не превышается. 16-17, ребят. Вот почему, объясните, почему на золе фон седа немножко выше. Кто знает правильно, пишите в комментариях. 17. Сарачик, это индуистский храм. Точно. Сарян. Лестница вязалась с глинников. Да. Сбрось. 12-13, ребят. Что является абсолютной нормой. Норма. А мой брат, гул. Окей, гул. Странная идея у наших индийских друзей. Хотят померять на дереве. Смотри, как они лезут. Вау. Я думаю, будет норма. В дереве должна быть норма. Сейчас все увидим. Ого, много? Сколько? 20. 20. Откуда там 20? Вау. 15. Ого. Не, норма. По сути, это был всплеск небольшой. 14. Следующая точка, это место добычи грунта, из которого они строят дома. Вот такие вот подкопы глиняные. Сейчас посмотрим, сколько в таком месте радиации. Ого, очень длинная. Ее, повышенная. 24. Сразу, прикинь. Как и стало ожидать. 21. Чуть-чуть выше нормы. Вот вам и грунт. Все-таки небольшой природный фон присутствует. Но это не так страшно. Да, да, это все равно нормально. Это вам не Припять. Ну и дальше мы отправились в поле. А, поле где сажают овощи. 24. Чуть выше. Ну почему? Родон нормализуется. Нормально, да. Нормально. Окей. Yes. Свежая вода из-под земли может немножко фонить, потому что в нее может проникнуть газ радон. Сейчас мы это проверим. 16. Окей, хорошо. Все нормально. Нормально. Ребят, движуха какая-то. Что они там делают? Пришел школьный учитель. Пришел учитель, в общем, учит. Прямо умеется? Прикол, ребята, такое видели? Да, ангел. Опасный. Манговые заросли. Манга звучит, в общем, нет. Такого я еще не слышал. Тест в мангровом лесу. Или просто в лесу, где растет манго. Там женщины прям тяпкой херачат. Выходим из леса, где растет манга. И дальше у нас бамбуковые заросли. Ну, я думаю, что бамбук вряд ли будет фонить, но проверить все равно стоит. Бамбук вообще слабо фонит. Вы видите, 8 всего. Очень хорошо. Большое, друзья, есть бамбас. Так хочет найти что-то радиоактивное. Какой-то кактус, не пойму, нашел. И на нем меряют. Смотрите, какой он прям пупырчатый. Листики такие интересные. И на нем фон немножко повыше. Смотри. Сколько? 16, 18. Кстати, а вы знали, что даже находясь в Индии как турист, или в любой другой стране, где есть интернет и ноутбук, можно отлично обучиться любой профессии, не выходя из дома? Именно в этом нам поможет образовательный портал Geekbrains, который обучает самым востребованным IT и диджитал профессиям на рынке труда. Таким как программирование, продакт и проджект менеджмент и интернет маркетинг. Если вы хотите повысить свой уровень, работать в сфере IT, как из офиса, так и на удаленке из любой точки мира, то этот вариант как раз для вас. На портале доступно более тысячи бесплатных вебинаров для начала карьеры по любым из направлений. Помимо всего прочего, после прохождения курса вам помогут найти работу, а также выдадут сертификат с государственной лицензией прохождения курса. Проходите тест по ссылке в описании, который поможет вам определиться с будущей профессией. Ребят, ну что, в этой деревне безопасно, как и в большинстве других деревень, радиации нету. Небольшое превышение было только возле грунта в некоторых местах и возле бананов. Приезжайте к нам, тут весь опасно. Ну а теперь мы отправимся тестировать в город. Тоже храм, смотри. Пальмы, видишь, нарисованы. Ну, у них прям позитивная вера, заметил. Добрые, как бы поклоняются просто богам, там ничего такого сверхъестественного. Вот пальмы везде нарисованы, там классные плакаты висят, иконы такие интересные. И как у нас, улыбаются. Классные чуваки, на самом деле. Не основано на мучениках каких-то. Какая-то своя у них вера, вообще тупо она даже не пересекается с религией нашей. Чего они там палят, как вы думаете? Обычный пластик, да? Друзья, смотрите, там женщина чистит канализацию в своем доме. Она сидит и ковыряет палкой в отверстии. Да, вот смотрите, ребят, это все канализация. Сейчас она на нас полетит, ё-моё. Там типы сидели на щебенке, играли в карты, прикинь. Я видел. Ребят, приехали. О, попахивает, ты знаешь. А, вот она в чем дело. А что у них корова делает на территории? Ё-моё, такая здоровая. А, банан. Давай сразу померим дозиком, пока погорячий. Запускай его. Вначале мы измерим просто фон. Не подноси к бананам, так померяй, что оно напикает. И потом сравним, насколько выше на самих бананах радиация. Которые, вот они, вот они растут, тут просто немеряно. Как будто я их держу. К меряем мы по бете, чтобы чувствительность была максимальная. А вдруг они радиоактивные? Сейчас узнаем. Что это? Что это, Антох? Что это такое? Это марихуана. Да ладно, не может быть. Тетра каннабинол. Что? Марихуана. Ганжа. Yes. Так это незаконно, ты хочешь сказать? Кандя-бан. Или для Индии это норма? Ребят, вы такое видели? Просто растет ганджубас в огороде. Нифига себе, смотри. Так тут не один куст. Консулеты, такие бошки будут на них расти. Просто смотри. А ты их знаешь? Что, может ему молоканку сделать? Это что такое? Из конопли. Что там намерил дозик? 15. Кстати, что-то высоковато. Давай теперь сравним, сбрасываем показания и ложим его прямо в самое банановое место. Если там есть какой-то газ, я думаю, аж все он учует. О, запикал, кстати, резвее 20. Опа. Да ладно, не может быть. Сразу 29 выскочило. Был скачок, да, вначале прям сильно запикало. Все-таки бананы выделяют какой-то газок. 18, не, растет, растет 19. Ребят, это не шутка. Бананы действительно фонят. 20, да, это на пределе нормы. 20 это норма, если что. То есть бананы еще можно есть, но буквально чуть-чуть выше и уже будет опасно. Да бананы всегда фонят. Все об этом рассказывают, что в бананах, типа, превышена радиация. Вот прямо, смотри, какие листья вообще огромные. Природная радиация, ребят, это не шутки. Ты хочешь куда-то приложить? Где сброс у нас? Померить радиацию на колесах трактора. Он же все-таки по всей Индии гоняет, может какая-то частица и... Сбрось. Сейчас мы увидим. Ну, вряд ли, думаю, оно как и прицепилось, так же могло и отцепиться. Амарка, видел какая? Индийская, наверное. Махиндра. Намасте. 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 13. Нет, даже ниже нормы. Какая-то местная традиция зажигать костры. Именно, чтобы оно тлело, а не горело. Ты хочешь фон померить здесь? Да вы померяете. Кстати, от этого дыма у меня голова очень сильно болела в первый день. Что, там есть небольшое превышение? Странно, зачем они их палят? Оно же дымит, столько дыма. 17, 16. 17, 18. Чуть-чуть выше, кстати, ребят. Дымок прям в нос пошел. Давай, давай, дыши, дыши. Дыши на здоровье. Ого. Нет, нет. Так, давай, может, еще что-нибудь измерить? Дорога обычно самое грязное место. Ну, нас смотрят, как на каких-то этих типов, которые приехали издалека делать какие-то тесты. Сколько там? Очень радиоактивное место. Очень радиоактивное место. Гуд. Гуд. Намасте. Дед смотрит такой, типа, ты что, вообще что-то офигел? Какое нафиг их? Привет. Тебе уже тач, что ли? Кто-то появился, вообще хрен пойми, откуда не возьмите. Проблема? Нет. Нет. Привел нас к бабушке и дедушке. Да, к своим. Показывает. По какой линии? Мама, папа. Папа, папа. По папиной линии. Да, да. Торговец манго. Манго бизнес. Манго бизнес? Да. О, хорошо. Богот марафлуарьер. Это очень большой сад. О, так это манго были деревья, что мы прожали. Дурое. Далеко. Дурое. А, окей. Дурое, это далеко. Выучу язык и приеду к вам жить. Что скажешь Антох по фону здесь? Смотрите, в хате 16 микрорентген. Спасибо. Ребята, у нас возле высоковольтной линии вообще нельзя строить дома. Тут смотрите, стол прямо вплотную. Прикол в том, что Антоха начал дозиметром мерить электромагнитный фон. Прикиньте, смехота. Радиация вообще здесь в норме. Прикинь. Сколько? 10-12. Ну понятно, дозиметром не фиксирует электромагнитный фон от высоковольтной линии. Ниже, чем в Киеве. Обалдеть. Смотрите, как у них предохранители сделаны. Там тоненькая проволочка натянута. На высоковольтной линии 10 кВ. Понимаете, что если оно перегорит, то тут возникнет электрическая дуга. Это логично. А мы тем временем продолжаем эксперименты с радиацией. И сейчас ОМ сделает проверку, излучает ли мобильный телефон радиацию и излучает ли роутер Wi-Fi радиационные лучи. Погнали. Идет замер. На фоне пока готовится вышка Wi-Fi. 11, 10, 12. Да, вы видите, 11. Теперь то же самое во время звонка. Пошло повышение. Хотя странно, в теории не должно быть, потому что это электромагнитные волны. Но мы видим, что небольшое превышение фиксируется. Возможно, какие-то наводки. Тест продолжается. Сейчас замеряем, что же будет от Wi-Fi. Видео включили. Нормально. 13. В принципе, что и требовалось доказать. Фактически никакой особо радиации нет. Те, кто говорят, что телефон излучает много радиации, они неправильно осведомлены. Так говорят ваши бабушки. И они верят, что вот эта металлическая фигня на телефоне приклеенная обезопасит вас от радиации. Ребят, это очень важный эксперимент. Многие говорят, что сигаретный пепел дает радиацию. Разумеется, тут курящих нету, поэтому сигареты просто сожгут резаком пропановым. Ой, вернее этим, ацетиленовым. Я же говорил, оно бахает. Круто. Фу. Он не может этим дышать. Нет. А фон-то немножко растет, 13. А есть фон, ё-моё. Маленький совсем. Надо их полностью скурить. В Индии очень мало людей, которые курят. Поэтому приходится все сжигать. Окей. Ну, может, совсем чуть-чуть есть. Да, фон есть, но очень маленький. Прокомментируй, что там происходит. Ну, она глиной натирает пол. А, они не моют, они просто мочат ее и натирают. Она как новая потом делается. Ты понял? Она застывает. И саму печень они тоже, смотри, протерли. Как эта печь называется? Ну, типа нашего тандыра. Это евроремонт по-индийски, ребят. Типа, зачем мыть полы, когда можно их протереть глиной? Блин, ну, может, что-то не то делаем реально в этой жизни. Вечер, и пора нам домой. Тут начинают зажигать огоньки всякие, на все свечки. Какие-то тайные индийские традиции происходят. Нолики. Нол. Все, мы едем в город Батайя, потому что там есть класснейшие условия для ночлега. Гоу! Сильно радиоактивных мест в этой деревне нам найти так и не удалось. Но мы на этом не останавливаемся. И продолжаем искать радиацию там, где ее не ожидают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова